О, привет! Заходи. Только сначала вытри ноги и подпишись на канал. Проходи. Существует ли пищевая зависимость? Ну, в принципе, да. Она существует. Хотя я, как дуропат, как человек, занимающийся наукой по естественным отравлению, считаю, что эта проблема, пищевая зависимость, возникла не так уж давно. Я думаю, что вряд ли она существовала на заре зарождения человечества. Скорее всего, тогда такой проблемы не было. Но сегодня люди стали употреблять очень много пищи, и пища стала травить людьми, стала играть более главную роль, нежели она была призвана играть. Так вот, я считаю, что в современном мире люди очень часто переваливают вину и ответственность за свою пищевую лакханалию, за свое небезобразное пищевое поведение именно на пищевую зависимость. Они упывают на нее, как на мечту такое, что сильнее их, с чем справиться они не могут категорически, и что пищевая зависимость, это то, от чего это должен вылечить кто-то. То есть кто-то должен прийти, помочь им ликвидировать пищевую зависимость, стать здоровыми людьми, стать независимыми людьми, и тогда у них будет все хорошо, будет все в порядке, они будут стройными, здоровыми, довольными и счастливыми. Но на самом деле тут происходит такая метаморфоза с человеком, что когда человек склонен списывать свое беспорядочное пищевое поведение именно на какой-то факт, который якобы сильнее его, в данном случае пищевая зависимость, то человек расслабляется, он ничего не делает, он ничего не предпринимает, и предпринимает, но очень слабенько для того, чтобы побороться с этой зависимостью. И получается, что пищевая зависимость выступает таким королем, таким монстром, можно сказать, который правит поведением человека. Вот с этим я в корне не согласна. То есть если пищевая зависимость имеет место, то, естественно, есть методы борьбы с ней, есть способы, есть методики, как это человеку сделать, но сам не такими человечными и щадящими методами, не прибегая к каким-то узурбаторским жестоким диетам, это можно все совершенно спокойно сделать. Главное это знать, как и что делать. Я провожу консультации, на которых я объясняю людям, что им нужно, какие шаги им нужно делать в борьбе с пищевой зависимостью, постраиваю пошаговый план такой работы, но всегда призываю людей к тому, что я только помогаю, я могу направить, подсказать, поддержать, помочь, но делать, действовать, то есть принимать меры по борьбе с пищевой зависимостью должен сам человек. И на кого бы он не перекладывал ответственность, это не освободит его от работы над собой. Поэтому могу пожелать вам, друзья, только одного. Как бы не сильно была ваша пищевая зависимость и к какому бы продукту она не имела отношения, будь то мучной, будь то сладкой или еще какой-то продукт, неважно, всегда есть способы и методы, чтобы справиться с пищевой зависимостью. Пока, до встречи и посмотри еще вот это видео. Увидимся!